Гол и весел В Котельниче несколько улиц остались без света В Амутнинском районе что-то там возросло В центре Подосхинаса что-то там возникло А, например, ансамбль народной песни Веринея Кировского городца культуру Космос Вернулся с 14-го межрегионального фестиваля Имени Антонины Колотиловой То есть новостей много И я думаю, что мы должны с тобой Немножко так серьезно подойти Выбрать самое лучшее И вот я думаю, самая радостная и оптимистичная новость Поступила к нам из Тужинского района, как всегда Множество самых неожиданных подарков Получил Тужинский кровеческий музей В ходе акции, которую они организовали Акция называется «День дарения» Об этом сообщает газета «Родной край» Тужинка Шалаева, например, пополнила фонд музея Ученическим портфелем Тужинец Тетерин подарил книгу жития Преподобных Зосимой Савватея А семья Тужинцев Ануфриевых привезла морскую раковину А ну а лучше всех мне понравился Тужинец Микерин Который вручил сотрудницам музея сигнальную ракету и стиральную доску Причем сигналировал ракету и он обозначил свой подарок А что сделал стиральную доску? Страшно даже по-моему И громко долбанул по голове смотрительницу музея, надеюсь я А дальше что еще? Кто еще что-то подарил? Нет, там всего было 17 человек, но их всех поименно не перечислили Видимо, как бы вот скромность другим не позволила себя назвать То есть остальные тужинцы не нашли ничего лишнего, что хотелось бы выбросить в кровеческий музей? Они подарили, но видимо просто более скромно свои фамилии они назвали Но все подарили что-то, подарили все Я вот удивлюсь благородством наших областных коллег Ведь куда мы обычно выкидываем, выносим, дарим лишние вещи? Мы их переносим на дачу, либо в гараж Тужинцы строят для этого кровеческий музей И прям представляю, знаешь, подруга к подруге приходит, спрашивает А где у тебя муж? Он говорит Он в кровеческом музее с друзьями Потребляет экспонаты Гол и весел Следующая чудесная новость областного масштаба Мы ее, точнее не мы, а наши коллеги назвали Ее величество семья По 5-6 сообщений о семейных дебошах Ежедневно поступало в дежурную часть Межрайонного отдела Советский на минувшей неделе Об этом нам сообщает Вести Трехречи При этом примерно в половине случаев виновником Оказывался муж А в остальных ближайшие родственники И чаще всего нетрезвые соседи Которые скандалили, стучали в двери И мало-то разбивали окна Так что настоящими преступниками Сотрудникам полиции заниматься теперь некогда Они и семьи-то мирить Попутно улаживая их пьяные конфликты С соседями едва успевают Нет, тут все хорошо, мне одно непонятно Если весь город Советск Собственно занимается семейными дебошами То настоящим-то преступникам Тоже некогда заниматься своими делами Дебоширить надо Ну вообще статистика говорит о том, что и среди настоящих преступников Есть семейные Понимаешь, так тут даже не семейные Кто-то из них может оказаться вот тем самым пьяным соседом Который стучит в окно Таким оба То есть получается так, что ведь не только Милиционерам некогда полиции Здесь некогда заниматься настоящими преступниками Таким образом город Советск через бытовые конфликты Решил проблему преступности Тем более организованной преступности Я думаю, даже и коррупционной преступности Бейте окна и воровать будут меньше. Гол и весел. А вот в центре Подосиновца совершенно неожиданное событие. Возникло, извините, фекальное озеро. Об этом сообщает сайт Подосиновец.инфо. И причем воды-то вот эти душистые, скажем так, выплескиваются не откуда-нибудь, не абы откуда, а с территории детского садика с названием Подснег. Причем все изначально было нормально. То есть архитектор, когда еще давным-давно во времена СССР строили этот садик, то они рассчитали, что стоки должны поступать в отстойник под поселковой баней. Они так верили в деток, что прямо под садиком... Да, вот все под садиком провели и вынимают под селковую баню. Но они не поняли, что придет такое время, настанет, что когда-то поселковая баня захерет, и дети не те пойдут. Вот. Ну, поэтому ремонт-то нигде ничего давно не проводило. Вот и рвануло. То есть просыпаются детки во время дневного сна, а вокруг них вот это самое озеро. Так это было? Нет, понимаешь там в чем дело. Детки-то они только поставщики вот этих вот. А стекает-то все это на центральную районную площадь. Это такой подарок родному городу от наших детей. Ну, на самом деле, чем бы дитя не... Уж лучше так. Я вот, знаешь, вспоминаю свой детский садик. У нас в детском садике даже горок не было. А тут целое фекальное озеро. С другой стороны, знаешь, я бы эту новость назвал так. Руководство подосиновца задолго до посевной решило проблему удобрений в поселке. По-моему, хорошая новость. Ну, в общем-то, понимаешь, что сразу стала новость позитивной. Гол и весел. Ну и заключительная прекрасная новость. Целую неделю искали слободские полицейские трех лошадей. Занимались поиском трех лошадок, украденных из конно-спортивного клуба замечательным названием Эх, Сивка-Бурк. Сиза-Кавурк. Да, в конце концов, все животные, а это, попрошу внимания, два скакуна и пони, были обнаружены живыми и здоровыми в частном фермерском хозяйстве сорокалетнего жителя деревни Заборья. Об этом нам сообщили слободские куранты. Осуществить похищение, по версии следствия, фермеру помогли два молодых человека, которые несколько дней вели потом своих пленниц в Заборье по полям и через сады. Между прочим, вот сам заказчик, организатор преступления, уехал домой на машине. Сволочь. Ну вот, по факту, кража, возбуждено естественно уголовное дело, ведется следствие. То есть, следствие о двух скакунах и пони. Вот, я долго, конечно, вот так вот, пока слушал тебя, думал и подумал, наверное, что, вот понимаешь, вот когда фермер, не цыган, обрати внимание, не цыган, да, а фермер, или как по-американски ковбой, крадет лошадей, это, наверное, все-таки вот не просто так кража. Знаешь, я что думаю? Я думаю, он, наверное, отпускает их на волю. Такой благородный. Да, у нас ведь ленгасова есть женщина, она каждый день ходит на центральный рынок, покупает всю живую рыбу, и отпускает ее в ближайший лес и отпускает там на волю. В лес? Вот. Поэтому, как бы, вот, ну, это... Не, а знаешь, я подумал, что это фермер такой практичный. Вот зачем нужна лошадь фермеру, чтобы пахать? Так, а зачем фермеру нужна пони? А пони, понимаешь? Вот он с помощью лошади распахал поле, посадил пшеницу, а с помощью пони распахал канавку, посадил укроп. И все-таки, вот, послушав новость, я, конечно, вспомнил классическую песню одесскую. Помнишь, такая была? Цыгане любят кони. И предлагаю спеть немножко по-другому. Ковбои любят пони, да пони непростые. Ковбои любят пони, да пони вороные. Ах, мама-мама-мама-мама. Люблю новости из кировских газет. Это был я Николай Голиков, Роман Ивсилков с песенным отступлением. Программа «Гол и весел». Встретимся через неделю. Пока. Гол и весел.